Здравствуйте, приветствую вас, у микрофона Владимир Сметанин. В центре нашего внимания сегодня генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области Михаил Кузьмин. Михаил Алексеевич, день добрый. Добрый день. С момента нашей последней встречи, если не ошибаюсь, в конце прошлого года, есть кое-какие изменения касаемо фонда капитального ремонта нашего региона, и сегодня мы обо всем об этом поговорим. Ну, во-первых, с июня этого года вы стали полноценным генеральным директором фонда, до этого исполняли обязанности, да и вообще, в целом, вы почти 4 года работаете в фонде. Скажите, пожалуйста, в чем заключался конкурс, суть конкурса, который был организован Министерством энергетики ЖКХ Кировской области? Как известно, в этом конкурсе вы победили, наряду с другими претендентами. Это было какое-то тестирование, не знаю, программу развития фонда нужно было представить. Интересно, поинтересоваться. Ну да, это был определенный конкурс. Его регламент установлен федеральным законодательством и законодательством Кировской области непосредственно. Он состоял на первом этапе конкурсная комиссия, это совет фонда. Она отбирала кандидатов по их предоставленным сведениям, то есть проверялись сведения об образовании, об опыте работы и так далее. То есть по этим результатам были допущены все кандидаты, которые направили заявление. И далее был второй этап тестирования. Это тестирование проводилось Министерством строительства ЖКХ России. На федеральном уровне? То есть в режиме онлайн необходимо было ответить на 50 вопросов. То есть и кандидатам, участникам этого тестирования эти вопросы разные. То есть в произвольном порядке, насколько я знаю. То есть подготовиться невозможно? Заранее посмотреть? Нет, заранее, значит, на сайте Министерства строительства ЖКХ России есть и ежеквартально обновляется список вопросов. Это из 200 вопросов. Вопросы из сфер жилищного законодательства, трудового законодательства, налогового, бюджетного, технического, связанного с ремонтом, ну и так далее. И необходимо подготовиться по этим вопросам. Ну и далее на тестирование, вот, как я сказал, из 200 предлагается 50, на которые нужно дать правильный ответ. Ну, благополучно это все прошло. Да. Срок, собственно, полномочий генерального директора, он не ограничен? Нет, он ограничен на 5 лет. То есть заключается контракт на определенный срок. В данном случае это 5 лет. Мы прекрасно знаем, что у фонда капитального ремонта Кировской области были руководители, определенные сроки находились в должности, а вы, в общем-то, уже такое продолжительное время в фонде работаете. Что вы мне движет, хочется спросить? Как в песне, не расстанусь с комсомолом никогда, не расстанусь с фондом никогда. Ну, движет. Если в моих принципах, если взялся за определенное дело, то нужно его довести до конца. То есть я видел, что на протяжении работы, что тяжело идут вопросы, связанные с капитальным ремонтом. То есть на разных этапах сначала собственники общего имущества, на квартирных домах, они по-разному воспринимали эти процессы. Очень много было негативных проявлений. Постепенно ситуация менялась, соответственно, это дело новое. То есть не только в Кировской области, во всех субъектах России. И понятно, что одночасно, однодневно невозможно было сразу организовать работу. И это дело было новое, все новое и интересно. Вот мне было интересно и приятно, наверное, видеть изменения, которые происходят. То есть не все плохо, много хороших, положительные изменения. Сейчас отношение общественности, общества меняется по отношению к капитальным ремонту на квартирных домах. То есть ситуация меняется положительно. Напомню, не только у нас, но и по всей стране. Но в целом еще есть куда двигаться и развиваться, да? Да, в целом есть куда двигаться и куда развиваться. Давайте пройдемся по тем множествам, связанным с капитальным ремонтом, которые возникли у нас в последнее время. Например, с мая 2018 года формированием квитанции за капремонт, это я имею в виду так называемый общий котел, занимается расчетно-консультационный центр. Ранее это были полномочия расчетно-информационного центра Кировской области. В чем суть изменений? С чем это связано? Он как-то отражается на собственниках? Я скажу, что это нормальный процесс. То есть предусмотрено на основании конкурса, открытого конкурса отбора организации, осуществляющей данные услуги. Возникла необходимость. Мы провели такой конкурс. Непосредственно фонд провел. Да, непосредственно фонд. Был проведен открытый конкурс. И вот победила организация ООО, расчетно-конституционный центр. Для собственников ничего не изменилось. То есть сроки никакие не были нарушены, все те же условия. То есть никак, ну отрицательно не отложилось, не отразилось на собственников. То есть дальше работаем, все идет в штатном режиме. Что касается собственников, которые формируют на специальном счете, у которых были договоры с предыдущей организацией, допустим, ну у них такое право есть выбирать любую. Ну то есть, насколько мне известно, большинство перезаключили договоры. С расчетом консультационным, да? Да. Никаких проблем, говорится, быть не должно и нет. У нас их и не возникло. То есть все собственники получили кретенции, как положено. И дальше идут начисления и накопления средств на счетах. Еще одно новшество. Я имею в виду включение новых видов работ в программу капитального ремонта. Давайте о них поговорим. И, насколько я знаю, даже прописан порядок действий в случае, если собственники препятствуют нахождению на своей территории, собственно, рабочих, которые занимаются капитальным ремонтом. Давайте подробно расскажем об этом. Да, вот это как раз, что мы не стоим на месте. Вот за последние, ну, если взять, там, 9-10 месяцев значительные изменения у нас произошли. То есть очень много подготовлено нормативно-правовых документов. Ну, понятно, не фондом. Они готовились к правительствам Кировской области, к министерствам энергетики и ЖКХ Кировской области. Ну, при участии фонда. И вот, как Вы уже назвали, наиболее вот такие важные, значимые, это были внесены изменения в постановление правительства Кировской области 254-210. Во-первых, была утверждена долгосрочная программа, которая, ну, актуализирована, утверждена, которая, ну, до этого, если мне не изменяет память, больше года, как бы, все там рассматривалось. Подготовка шла, да? Да, шла подготовка. Ну, вот, она была утверждена. Также добавились в программу новые виды капитального ремонта, которые ранее, ну, могли быть предусмотрены. Ну, вот, наконец-то мы до этого дошли. Это установка автоматизированных информационно-изменительных систем учета потребления коммунальных ресурсов, ну, или простым языком, счетчики. Общедомовые, да? Да, общедомовые. Тепловые счетчики, вода. Здесь я скажу сразу, какой плюс. То есть, поскольку это отдельный вид капитального ремонта, здесь установлена предельная стоимость, как бы, 50 тысяч рублей, допустим. За один прибор? Да, для вода счетчиков. Ну, весь этот блок. И собственники, они могут самостоятельно установить и, ну, определить затраты, как для зачета. То есть, не дожидаясь срока наступления по программе. То есть, это большой плюс, потому что есть еще у нас дома, которые не оборудованы этими приборами. Установка прибора, она позволит экономить в конечном итоге, и учитывать, и экономить. Ну, как говорится, платить, собственно, за... Ну, по крайней мере, знать, за что ты платишь. Потреблют. Так, подождите, это очень важный момент. То есть, вот сейчас собственники, живущие в тех домах, где не установлены эти счетчики, они уже могут задуматься над этим вопросом, где еще не приведен капремон. И даже если у них срок, допустим, еще не подошел, а по приборам учета, мы сегодня по тем домам, где у нас, допустим, установлен срок ремонта в данный год инженерных систем, ну, если мы вот о воде заговорили, там уже одновременно будет выполняться данный вид. Если прибор требует замены, ну, счетчик, или его вообще нет, мы его устанавливаем. Ну, даже если, вот, как мы о чем говорим, у собственников еще не подошел срок ремонта инженерных систем, они, сумма не очень большая, они могут эти деньги собрать, установить, а далее нам предъявить в качестве зачета. То есть, мы проведем зачет, рассмотрев документы, и какое-то время собственники не будут платить на ежемесячные взносы. То есть, эта сумма, она будет зачтена по каждому лицевому счету, и после того, когда, ну, если так выразиться, она старнируется ежемесячно, то есть, только после этого собственник дальше будет оплачивать. То есть, я считаю, это очень... Давайте еще, как бы, скажем, например, дом, у которого капремонт, срок капремонта подходит, ну, не знаю, в 21-м году, в 2020-м, в 22-м году, уже сейчас можно задуматься о том, чтобы, да, восстановить счетчики. Прямо сейчас, да? Да, прямо сейчас. Заскать деньги, установить... Да, собрать собственникам деньги, собрать, ну, допустим, с каждой квартиры, там, по тысяче рублей, установить счетчик, ну, оформить эти затраты, этот сбор... Всю необходимую документацию... И предъявить в фонд. И перенести в фонд непосредственно. Да, и мы оформим зачет, и какое-то время собственники не будут платить за капитальный ремонт. Вот эти суммы, которые они соберут, они у них авансом переплатят под... Понятно. Ну, отражены в квитанциях. Это уже востребовано в нашем регионе? Уже... Уже... Уже рассматривается. Уже, как бы, я знаю, что уже рассматривается. То есть, мы об этом уже так же работаем в этом направлении, в том числе совместно с Т-Плюс. С ресурсовосноджающими организациями. Да, с ресурсовосноджающими организациями. В ближайшее время у нас в Кирово-Чепецке планируется также встреча там с администрацией, вот, с активными представителями, там, на квартиру в домах, с управляющими. Вот. Что касается еще нового, это у нас добавился такой вид ремонта, как, ну, установление, ну, узлов управления. Так, что имеется в виду? Здесь имеется в виду, допустим, тепловые узлы. Это установка автоматики, установка погодного регулирования. То есть, раньше у нас это не было предусмотрено. Мы, по возможности, если была экономия при ремонте систем теплоснабжения, мы отдельно, как бы, и делали работу, но в целом отдельного вида не было. Сейчас такой вид дарался, и мы также, да. А сейчас отдельно оформлено. Да, отдельно оформлено, и мы будем делать эту работу, потому что это повлияет в первую очередь на повышение энергоэффективности, на экономию ресурсов, потребляемых, и в целом положительно отразиться на людях. Ну, в этом случае заранее нельзя все-таки автоматику поставить, это потом уже будет в комплексе. Да, это в комплексе, желательно это делать в комплексе. Потому что, если мы говорим об энергоэффективности, то тут же надо и фасад утеплять одновременно, чтобы теплопотери были меньше. То есть, эта работа уже вот-вот начнется тоже по установке этой автоматики. Да, кроме этого, у нас добавлен такой новый вид, как замена и восстановление несущих строительных конструкций или инженерных систем, отнесенных к реконструкции. То есть, здесь, чтобы было понимание, ну, я приведу пример. Допустим, на квартирном доме там была нижняя разводка, по техническим, ну, современным требованиям, и вообще, необходимо верхнюю сделать разводку. Воды, то есть, снизу поступает горячая вода, либо сверху. Ну, к примеру, сейчас это можно делать в рамках этого вида. Ну, или другие ситуации у нас, они встречаются, то есть, тогда необходимо реконструкцию сделать, существующих конструкций. Кроме этого, вы озвучили правильно, что сейчас у нас начал работать механизм по установлению факта недопуска к общему имуществу. Это проблема, насколько я знаю, довольно острая. Да, это проблема, она стояла остро. В первую очередь, она касалась, конечно, инженерных систем. Ранее нам сложно было фиксировать, во-первых, факт недопуска, и для каких-то изменений необходимо было проведение общего собрания собственников, чтобы, допустим, нести какие-то изменения, там, часть объемов не выполнять, где собственники не пускают. Сегодня у нас законодатель предусмотрел, как и федеральный, так и областной, возможность такого механизма. И вот в марте текущего года, опять же, вот я уже упоминал, были внесены изменения в региональное законодательство, и утвержден данный порядок. То есть, что он предусматривает, что в случае, когда подрядная организация выходит на объект, ну, в жилой дом, если она устанавливает факт воспрепятствования доступа, она обязана уведомить фонд об этом, и дальше фонд обязан создать комиссию, направить документы, уведомления, ну, членам данной комиссии, то есть это подрядной организации, представителям органов местного самоуправления, собственникам, управляющей организации, установлены сроки направления этих уведомлений, жесткие. Далее, вот участники этой комиссии выезжают на объект, и, ну, фиксируют актом данный факт воспрепятствия. Закрытые двери, по сути. Да, то есть если дверь закрыта, невозможно попасть в квартиру. Ну, то есть, я еще не сказал, что фонд, он как бы направляет еще и собственникам уведомления о том, что в конкретный день, в конкретное время, данная комиссия будет работать. И если факт установлен воспрепятствием, далее фонд уведомляет об этом собственников, письменную, и управляющую организацию, о необходимости обеспечить допуск в течение 15 дней с данного уведомления. Если далее собственники никак не отреагировали, то и не был предоставлен допуск, то в случае вот установления этого факта подрядная организация опять уведомляет, что вот так им не был предоставлен допуск для принятия дальнейшего решения. И здесь комиссия рассматривает вопрос и принимает решение. В данном случае решение принимается без решения собственников, то есть без протокола общего собрания. Таково законодательство? Таково законодательство. Ну, то есть, невозможно много раз ходить за гражданами, упрашивать, потому что есть определенные договорные условия к подрядчику, есть обязательства фонда. В этом случае фонд имеет право либо сократить объем работ, либо перенести на более поздний срок вообще капитальный ремонт. То есть это может быть межремонтный срок, он, допустим, для системы доснабжения 30 лет составляет, или это может быть трехгодичный период, то есть в краткосрочном плане тут в зависимости от ситуации. Но сегодня такой механизм есть. То есть, скорее всего, первые вот такие факты, они как-то синициируют у собственников другое отношение. Потому что сейчас мы сталкиваемся уже, вот в начале разговора я говорил, что изменилось отношение к капремонту. Сейчас уже к нам ходят собственники, которые говорят, вот мы все на стояке, допустим, система теплоснабжения, мы там все квартиры хотят, один вот не хочет. Что нам с ним сделать? Помогите, мы там ходим, уговариваем, упрашиваем. А под каким предлогом, если пример из жизни, брать? Почему не пускают в свои апартаменты? Тут есть два, ну, основных момента. Ну, вернее, три. Первое, это вообще, как бы, отсутствует собственник пустой. Пустой или там арендатор, который ни за что не отвечает, как бы, он и собственник. Это первый момент. Второй момент. Собственник, он уже сделал ремонт. Здесь проще. Если у него действительно ремонт сделан, здесь, ну, это не будет препятствием для ремонта остального. Ремонт мы имеем в виду не косметический, а такой вот капитальный. Ну, если он заменил же трубы, там, да. Если он все сделал, допустим, и это не будет мешать. Ну, если, ну, единственное, если он сделал в соответствии с техническими требованиями. То есть, ничего не поменял там глобально. И третий момент, когда просто граждане, ну, из принципа они по каким-то причинам они просто не пускают. Ну, тут основное, что вот я сделал ремонт, все, я не буду пускать. Но при этом каждый собственник должен задуматься, что он ремонт сделал отделочный, не поменял трубы. Но все равно рано или поздно, два-три года. Мы ведь сейчас ремонтируем дома, у которых износ сетей, он уже внушительный. То есть, там, ремонт не выполнялся 30-40 лет. И больше. То есть, в любой момент может случиться авария, прорыв, а это все чревато причинением материального ущерба другим собственникам. То есть, еще большим затратам. Наверное, об этом стоит подумать. Вот вы сейчас говорили, да, об этом новом порядке. Я все ждал, когда вы скажете о том, что фонд капитального ремонта получил полномочия принудительно попадать в квартиру. Но этого, видимо, произойти не может. Ну, этого произойти не может. Все-таки вот направлением, да, постоянно таких увещеваний, работа комиссия, да. По-моему, принудительно, в частное, у нас никто не может. Сломать двери вы не имеете права. Это если ведутся какие-то оперативные действия правоохранительных органов, только по решению суда. Тут надо понимать, да, вы как сказали, что из одного возможного, да, вот такого непонятного, собственника может остановиться вообще весь капремонт и перенестись на неопределенный срок. Ну, это уже, если в целом, допустим, дом, ну, большинство, никто не хочет, ну, бывают такие ситуации, то нам не нужно дожидаться, когда собрание соберется, здесь вот уже проще. Мы просто перенесем срок капремонта и все. Просто ситуации разные бывают. Есть дома, где и собираться не хотят, и ничего подписывать не хотят. Именно вот такие ситуации. Конечно, мы не будем доводить до такого, чтобы вообще переносить. То есть, скорее всего, просто будет вот частичнее. То есть, на стояке есть отказы, все. Эта часть не делается, то есть, остальное все, работа будет отполнена. Идем дальше, да. По всем основным множествам прошлись, или еще нужно проинформировать? основное все. Ну, основное все. Ну, вот я знаю, что у сотрудников, которые работают с серикапитальным ремонтом, некий появился профстандарт. Что это такое? Информация как раз-таки с сайта фонда. Да, это документ, разработан Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, номер 250М по приказам от 17 апреля текущего года, где был утвержден профстандарт, который называется специалист по организации капитального ремонта на квартирного дома. Ну, просто-напросто необходимость давно назрела, потому что это как бы отдельное направление и своя специфика. Над этим документом работало не только Министерство труда и соцзащиты, то есть и регионы участвовали, то есть и у нас, как регионального оператора, в свое время направлялись документы, мы давали свои предложения, и вот итогом этой работы вот появился стандарт такой. Значит, этот документ, он содержит, во-первых, обобщенные трудовые функции, то есть чем должен заниматься специалист в сфере капремонта. А этот документ, кстати, имеет в виду всех специалистов, руководящих составов фонда и обычных, которые непосредственно, да? Абсолютно всех. Да, он предусматривает функции всех и руководства, и рядовых специалистов, то есть ну теперь гораздо проще как бы нам и решать вопросы с отбором сотрудников, с их квалификацией, а также ну с регламентированием трудовых отношений в сфере капремонта. Я знаю, что регулярно проводятся фондом собрания, в том числе с подрядчиками, которые непосредственно занимаются ремонтом. Вот 8 числа на очередном таком собрании прозвучало предложение организовать расширенное совещание с участием в том числе муниципалитетов, управляющих компанией, государственной жилищной инспекции. Проблемы там должны быть вынесены на это общее собрание. Какие основные на данный момент? Мы с подрядными организациями собираемся на совещание на регулярной основе, но в основном это те подрядчики, которые у нас в реестре квалифицированных подрядных организаций и с кем у нас имеются договоры на выполнение работ. На этих совещаниях у нас также присутствуют представители Министерства энергетики и ЖКХ. В данной ситуации вопрос возник, в связи с чем назрел, что помимо, вот мы говорили, сложности это допуск к общему имуществу, но есть еще некие трудности, связанные с согласованием документации, согласованием проектной документации, согласованием исполнительной документации, уже когда ремонт сделан, акты выполненных работ и так далее. здесь просто предусмотрено согласование как собственников, так и управляющих организаций, органов местного самоуправления и подрядчики нам жалуются, что очень часто отдельными представителями этих организаций, которые я назвал, сроки необоснованно задерживаются, то есть отдаются на согласование документы, а они рассматриваются месяц или полтора, были у нас такие факты, то есть там причины разные, или не хотят, или там кто-то в отпуск ушел, а никто не готов согласовывать, ну по-разному, а все это влияет на сроки, на сдачу работ и так далее. Что касается управляющих организаций, мы сталкиваемся с тем, что когда идет, допустим, в ходе проектных работ навязывания каких-то дополнительных ненужных условий, то есть вот... Например? Ну, например, управляющая организация считает, что вот ей нужно по-другому сделать, вот надо вот еще что-то там предусмотреть. Еще какие-то механизмы? Да, и... Еще что-то... Ну, грубо говоря, и срок из-за этого затягивается, но в данной ситуации у нас проектная организация, она квалифицированная, и она участвует... Она член саморегулирующей организации в области проектных работ. И... только она имеет право решать, что целесообразно, какие технические регламенты провести. И вот часто вот из-за этих там нестыковок идет задержка. Ну, бывают собственники, они там свои какие-то вот требования выставляют, абсолютно там далекие от тех работ, которые необходимо делать. То есть и мотивируют этим отказ там согласовать. Вот чтобы минимизировать вот такие ситуации, мы как раз вот хотим собраться расширенно, обсудить, как нам установить некие сроки для согласования. То есть мы над таким документом работаем. То есть у вас-то есть видение, да? У нас видение есть. Ускорить процедуры. Вот мы как региональный оператор, у нас в договорах на капитальный ремонт максимальный срок это 10 календарных дней на рассмотрение на приемку. Ну, я считаю и у остальных участников сроки должны быть не больше, не месяц, не полтора, не два месяца. А зачастую возникают такие ситуации и мы от этого должны уходить. дата уже назначена расширена или она пока согласовывается? Она пока согласовывается эта дата на нашем сайте мы отразим на сайте фонда капитального ремонта Киевской области. Давайте как это обычно бывает при наших встречах пройдемся все-таки по цифрам по текущей ситуации сколько домов сейчас на территории региона находятся в работе где собираемость взносов работа с неплодающими грудами важная информация. Что касается текущей работы я остановлюсь кратко по реализации 2017 года значит план у нас был утвержден 684 дома и из этого количества 84 дома они формировали на специальном счете выполнена работ 581 на квартирный дом или 84,9% но это сегодняшний день. 103 дома еще находятся в работе и из-за чего сразу поясню как бы из-за того что и сезонность повлияла и не с первого раза все аукционы у нас состоялись на ремонтной работе сезонность вы имеете ввиду погодные условия в том числе? погодные условия и допустим у нас с первого раза не состоялся ремонт на ремонт системы на капитальный ремонт системы теплоснабжения сроки ушли мы до отопительного периода уже не успеваем поэтому пришлось срок завершения перенести на 18-й год то есть ну и это я такой объективный пример привожу также как мы уже говорили недопуски к общему имуществу при остановке работ да что касается 18-го года у нас план на этот год 793 квартирных дома из них 28 формируют на спецчете то есть самостоятельно выполняют работу сегодня у нас по всем квартирным домам заключены договоры на проектные работы и большая часть запроектированного проекта сделаны это 466 домов или 61% по оставшимся домам еще проектные работы ведутся по ремонтным работам по 331 дому договоры заключены и принято на сегодня 65 домов кроме этого размещены электронные аукционы еще порядка на 140 квартирных домов вот как раз сейчас они проходят эти аукционы поиск подрядчика мы это регулярно то есть по мере сдачи проектных работ здесь надо отметить что у нас есть определенные претензии к проектным организациям то есть по нарушениям сроков но кстати многие нарушения сроков они связаны не только с работой данного подрядчика а связаны как раз с длительными согласованиями таким образом в данный момент ведутся работы по 667 квартирных домах в том числе проектные 298 домов и ремонтные по 369 домах в данный момент что касается собираемости да по собираемости по собираемости здесь я хочу начать с того что фонд активно ведет работу с неплательщиками взносов ну это не только как бы взыскание в судебном порядке кроме этого такой механизм может быть многие еще не знают кто-то знает и уже воспользовался это заключение собственниками на квартирных домах соглашение рассрочки когда платится не вся сумма она уменьшается такая задолженность она у нас до года предусмотрена и вот за истекший период 9 месяцев мы этим начали заниматься в сентябре прошлого года было заключено уже 222 соглашения рассрочки на общую сумму 1,2 миллиона рублей с собственниками также были соглашения заключены с органами местного самоуправления то есть проблема не только у собственников но и у муниципальных образований вот по 6 муниципальным образованиям были такие соглашения заключены на 3,8 миллионов рублей ну и как я говорил мы ведем работу по судебному взысканию задолженности вот за весь период фондом подано 16269 заявлений на общую сумму 152 миллиона рублей сегодня взыскано ну вот из этого объема 36 миллионов рублей ну и дальше эта работа будет продолжаться то есть вот по взысканию задолженности работа осуществляется как сотрудниками фонда так же мы привлекаем контрагентов по результатам конкурса на взыскание задолженности что касается собираемости у нас на сегодня собираемость по Кировской области сводная если брать с начала реализации программы она составляет 84 и целых 43 сотых процентов если брать собираемость непосредственно вот за ну текущую то есть ну допустим за апрель то здесь она у нас за апрель 18 да 89-90 процентов собираемость она выше всего же еще задолженность по оплате составляет 684 миллиона рублей это то над чем нам еще предстоит работать то есть работа будет продолжаться у меня еще маленькое уточнение хочется сделать как рассрочку получить которую вы сказали ну чтобы получить рассрочку необходимо написать заявление на сайте фонда есть все образцы образец заявления да предоставить документы на право собственности заявление написать собственно все то есть и последнюю оплаченную претенцию хотя бы один взнос должен быть уплачен в течение какого времени вопрос решается ну это решается быстро в течение недели десяти дней все решается ну редко когда мы отказываем от рассрочки на этом завершается время нашего разговора да это напомню программа крупные планы наш гость Михаил Кузьмин генеральный директор фонда капитального ремонта Кировской области ну что удачной вам работы и собственно до новых встреч в нашей студии с новыми итогами спасибо большое спасибо всего доброго до свидания до свидания